Всем привет! С вами я, Дмитрий Фреско. Вы смотрите кулинарную пропаганду. Рис в Испании появился в районе 330 года до нашей эры, но вплоть до 7 века нашей эры, то есть в течение 10 веков, его использовали практически исключительно в лечебных целях. И только в эпоху Эль-Андалуза, это 714-756 годы, его активно стали употреблять в пищу. Мусульмане захватили Пиренейский полуостров очень быстро, буквально в течение 8 лет, и сразу стали очень мощно развивать сельское хозяйство. Знаете, я готовить начну, а про историю в процессе поболтаем. Масло надо разогреть в чугунке. Так вот, мусульмане обладали очень серьезными знаниями в сельскохозяйственной области, вовсю использовали ирригационные сооружения, и именно в эпоху мусульманского владычества рис стали выращивать практически в промышленных объемах. С затем началась реконкиста, мусульманы сгнали, а испанцы сами по себе мало чего понимали в ирригационных работах. В здешнем жарком, сухом климате выращивать рис без них, мягко говоря, сложно. Поэтому они рис прекратили выращивать. И только по прошествии очень длительного времени опять стали его растить буквально в 70 километрах от этой кухни в местечке Альбуфера. Там такое здоровенное очень мелкое озеро, вокруг него очень болотистые места. Там, короче, без всяких революционных работ в рис выращивать можно. Так вот, по сути, только благодаря мусульманам и захвату мусульманами Пиренейского полуострова в Испании и появилось такое огромное количество блюд с рисом и любовь к рису проявилась. Сегодняшнее блюдо называется по-испански «орос кальдосу». Орос значит рис, кальдо по-испански бульон, так что «орос кальдоса» дословно получается как рис бульонный, что ли. По сути, это не одно блюдо, а целое семейство блюд, которые можно было бы, наверное, сравнить с очень густым рисовым супом, ну или с очень жидкой рисовой кашей. Причем «орос кальдоса» может быть с морепродуктами, с рыбой, овощной. У меня сегодня с бычьим хвостом. Подробностями этого рецепта со мной поделился один мой хороший знакомый, местный мясник. Конечно, в отличие от прочих рецептов «орос кальдоса», этот готовится раз в пять дольше, хвост варится очень долго, сами понимаете, но зато результат получается совершенно сногсшибательный. Хвост у меня со всех сторон подрумянился, корочка появилась, пора добавлять овощи и заливать водой. Вот эта вот поджаристая корочка на мясе даст бульону дополнительный такой классный вкус и аромат. Чёрт, чеснок забыл и про тёртые томаты. Сейчас исправлюсь. Теперь надо довести до кипения, убавить огонь и варить полуприкрыв крышкой на очень слабом огне часа три с половиной четыре. До тех пор, короче, пока мясо с костей не начнёт сваливаться, пряности положу сразу. Здесь у меня душистый перец, чёрный перец, так, ну и немного паприки. Перерыв до окончания варки хвоста. Подготовительные процессы у меня наконец-таки все завершены и вот только сейчас мы приступаем к приготовлению ароскальдоса. Так, все овощи из бульона нужно выкинуть, они уже всё, что могли, отдали, а хвост вынуть аккуратненько и отложить в сторонку. В сегодняшний вариант пойдёт цветная капуста и сладкий перец. Красный и зелёный взял. Всё это надо слегка поджарить. Причём, чтобы не увеличивать жирность бульона, обжарку лучше проводить на жире, снятом с бульона. Ну и пока процесс идёт, мясо с костей сниму. Парочку самых красивых кусочков отложил в сторону пока. Овощи поджарились, добавляю бульон и рис. Огонь сильный. Чтобы получить красивый жёлтый цвет, можем добавить куркумы. Варим 8 минут при периодическом помешивании на сильном огне. Рис для этого рецепта лучше брать либо среднезёрный, либо круглозёрный. Длиннозёрный не подойдёт. Восемь минут прошло. Убавляю огонь до слабого. Возвращаю сюда мясо и парочку вот этих вот отложенных кусков. Они важны для красивой подачи, чтобы едоки сразу понимали, что сегодняшний рост альдоса идёт именно с бычьим хвостом, а не с каким-то другим мясом. Ну и доселить надо уже по вкусу, естественно. Ещё 8 минут и надо будет тащить эту посудину за стол к едокам. Вот такое простое народное блюдо. Рис в бульоне. А из чего бульон делать и что ещё кроме риса в бульон добавлять, по большому счёту без разницы. Так, ну и дайте я утащу вот риса сразу с кусочком мяса. Ну, это вкусно. Это очень вкусно, потому что бульон дико насыщенный. Дико насыщенный бульон и рис этим делом пропитывается. Я предполагаю, что испанцы это блюдо изобретали в расчёте на удешевление процесса питания. Потому что, по идее, в этом блюде можно приготовить сначала хвосты, отварить их, их отложить до лучших времён, для того, чтобы подать там какое-то второе блюдо. А это в качестве такого полу-перого рис побольше наварить, каких-то овощей, овощей дешевле. И получить такой полноценный обед из двух блюд. Ну, может быть, всё это дело и по-другому было. Не знаю. Я в те времена, когда изобретался за блюдо, не жил. Поэтому рекомендую вам попробовать. Не обязательно именно с бычьим хвостом. С ним очень вкусно, но не обязательно. Можно взять другое мясо. Можно, в конце концов, сделать с птицей. Можно только с овощной сделать состав. Главное – очень-очень-очень насыщенный бульон. Доедать буду за кадром. Огромное спасибо за компанию, за лайки, дизлайки, за репосты. Всем пока!